Здравствуйте, мои дорогие пятиклассники! У нас урок русского языка. Мы продолжаем работу. Я попрошу вас в рабочих тетрадях записать сегодняшнее число, 7 мая, классная работа, и оставить место под тему урока. Её мы напишем позднее. А сейчас обратите внимание на эпиграф нашего урока. Эти слова сказал Николай Греч, российский писатель. Глагол придаёт речи Жизнь присутствием своим Животворит отдельные слова. Посмотрите, какая метафора. Глагол придаёт жизнь. Глагол животворит. Как это удаётся глаголу? Что происходит за глаголом? Вот сегодня на уроках мы продолжаем изучать на этом уроке такую загадочную часть речи. Итак, ребята, давайте мы сейчас понаблюдаем с вами над глаголом. Как он изменяется? Я вас сейчас попрошу записать в тетради. Глагол «спасти» — это начальная форма. А вы сейчас, пожалуйста, измените этот глагол по лицам и по числам. Посмотрите. Я спасу. Ты спасёшь. Он спасёт. Мы спасём. Вы спасёте. «Они спасут». Выделите, ребята, личные окончания глагола. Обратите внимание, что окончание, гласное в окончании, стоит в сильной позиции. Она ударная. Поэтому ошибиться здесь, в правописании, мы не можем. Рядом, ребята, я попрошу вас изменить по лицам и по числам глагол «лететь». Я лечу. Ты летишь. Он летит. Мы летим. Вы летите. Они летят. Запишите, выделите личные окончания. Обратите внимание на гласную в окончании. Она тоже находится в сильной позиции. Ошибиться в правописании мы не можем. Что же мы наблюдаем? А мы наблюдаем следующее. Что у глагола «спасти» и у глагола «лететь» разные окончания появляются, когда мы меняем форму глагола. Ребята, а что значит изменить глагол по лицам и по числам? Я вас попрошу сейчас зачеркнуть каждую вторую букву и догадаться, какая тема сегодняшнего урока? Как называются изменения глагола по лицам и по числам? Итак, уберите каждую вторую букву, что у вас получится. А получится у нас тема нашего урока «Спряжение глаголов». Запишите, пожалуйста, тему урока себе в тетрадь на ту строчку, которую вы оставили. А мы идем дальше. Итак, ребята, «Спряжение» какое интересное слово. Итак, мы с вами знаем, что это изменение глагола по лицам и по числам, а также система личных окончаний глагола. Почему они личные? Потому что они появляются, когда у нас глагол меняется по лицам. Итак, ребята, откуда же произошло слово «спрягать»? Это исконно русское, но правда устаревшее слово. И раньше оно обозначало соединять вместе, объединяться. Например, «спрягать лошадей с телегой», то есть «объединить» для работы. Сейчас форма современная «запрячь» или «запрягать» лошадь в телегу. Посмотрите внимательно, ребята. Еще на спряжении глаголов. «Я пеку», «ты печешь», «он печет», «я лежу», «ты лежишь», «он лежит». Мы опять видим, что в одной форме пишется гласное «е» или «ё» как вариант, в другой «и». То же самое и во множественном числе. «Мы печем», «мы лежим», «вы печете», «вы лежите», «они пекут», «они лежат». Итак, ребята, значит, спрягаются глаголы по-разному. Вспомните, пожалуйста, когда мы с вами изучали имена существительные, мы говорили, что склонения существительных, то есть изменения по падежам, почему у нас три склонения? потому что у нас разные формы изменения по падежам. Здесь мы видим тоже разные изменения, да, по лицам и числам у глагола. Значит, мы можем сделать вывод, что здесь у нас две разных формы спряжения. И вы будете абсолютно правы, если сделаете такой вывод. Итак, ребятки, посмотрите, в одной форме у нас пишется буква «Е» в личном окончании, а во множественном числе третьего лица буквы «Ут» или «Ют». В другой форме пишется в личных окончаниях буква «И», а во множественном числе третьего лица «Ат» или «Ят». И вот на этих наблюдениях сделали вывод, что к первому спряжению относятся глаголы с личным окончанием буквой «Е» в личном окончании, а ко второму спряжению с буквой «И» в личном окончании. Ребята, запомнить вам легко. Посмотрите, римская цифра 1 похожа на букву «Е», а римская цифра 2 похожа на букву «И». Поэтому запомнить, какая буква где пишется, вам будет несложно. И да, ребята, правильнее будет спряжение глагола обозначать римскими цифрами. Итак, давайте еще раз посмотрим на тип испряжения. В первом столбике какое испряжение, ребята? Можем догадаться глаголы какого испряжения? Конечно, первого. А во втором столбике, соответственно, второго. Ну, а теперь давайте потренируемся, ребята. Итак, пишем «Распределительная работа». И ваша задача распределить по группам. В столбике, ребята, напишите первое испряжение, второе испряжение. Глаголы вас перед глазами. Пожалуйста. Смотрите, окончания у вас написаны, поэтому вы можете без труда, глядя на окончание, распределить глаголы. Все, работаем. Итак, ребята, давайте посмотрим, что у нас получилось. Проверьте себя. Я думаю, вы без труда к первому испряжению отнесли глаголы «Ведем», «Читаешь», «Крикну», «Уважаю», «Слушаешь». Опознавательным. Признаком стала буква «Е» или «Ут», «Ют». И ко второму испряжению глаголы «Говорят», «Смотрят», «Молчат», «Дарим», «Кормят», «Любим», «Изучим». Помогли нам в этом? Гласные в окончании «И» или «Ат», «Я» от окончания. Итак, ребятки, идем дальше. Попробуйте сейчас. Так и напишите себе самостоятельная работа, ребята. Ваша задача образовать от данных глаголов, которые стоят в начальной форме, формы глаголов второго лица единственного числа и третьего лица множественного числа. И по ним определить спряжение, ребята. Окончания в данных глаголах ударные. Поэтому смотрите на гласную и определяете. Не забывайте, что во втором лице на конце всегда пишется мягкий знак. Все, ребятки, работаем. Давайте проверим, что у нас получилось. Ползти, ползешь, ползут. Первое спряжение. Молчать, молчишь, молчат. Второе спряжение. Нести, несешь, они несут. Первое спряжение. Кричать, кричишь, кричат. Второе спряжение. Ребята, если вы с самостоятельной работой справились на отлично, без ошибок поставьте себе пятерку. Если одну ошибку допустили, поставьте четыре. Но, ребята, если ошибок было больше, то тогда поставьте себе три. И будьте в следующий раз внимательнее. А мы идем дальше. Ребята, следующая игра. Я вам предлагаю найти пару. Вам нужно записать полученные слова. Тоже продолжить можете. Полученные слова в два столбика. Первый столбик. Первое спряжение. Второй столбик. Второе спряжение. Но для начала вам нужно соединить. Видите, разбежали слова. Разорвались. Найдите, пожалуйста, соедините их друг с другом и распределите по спряжениям. Все, ребятки, работаем. Давайте проверим, что у нас получилось. Итак, первое спряжение. Сбегают, плывет, шьют. Второе спряжение. Шумит, спешит, светит, звенят, строят. Все правильно сделали? Ребята, я очень надеюсь, что в этом задании вы ошибку не допустили. Итак, ребятки, давайте подведем итог. Что мы сегодня узнали о спряжении глаголов? Что мы узнали, ребята? Я думаю, что вы должны сказать о том, что глаголы спрягаются по-разному. У них разные личные окончания. Ребята, мы научились отличать окончание глагола первое и второе спряжение? Конечно, нужно посмотреть, какой гласный писать, если это окончание находится под ударением. И ошибки мы здесь допустить не можем. Итак, ребята, домашним заданием я предлагаю вам выполнить упражнение 668. Параграф к этому упражнению вы прочитали на предыдущем уроке. Поэтому никаких трудностей в выполнении упражнений у вас не будет, ребята. Вам нужно будет простригать глаголы, помещенные в рамки. Они уже находятся в форме третьего лица единственного числа, поэтому спряжение вы легко определяете по личному окончанию глагола и изменяете глагол по лицам и числам, то есть спрягаете. В качестве рефлексии, ребята, я предлагаю вам продолжить любое из этих предложений. Запишите, пожалуйста, себе в тетрадь. Выберите любой вариант и запишите. Вы молодцы! Я благодарю вас за урок и желаю вам удачи на следующих уроках. Спасибо.